Привет, комьюнити! Сегодня мы обсудим стабилизацию тяжелых камер. Хоть немного запоздал я с этим, но да ладно. Я хотел бы начать с того, что у нас был опыт работы с разными стабилизаторами. Сейчас есть маленький Zincrane M, который мы брали для камеры Sony X3000. Но хочу заметить, что эту камеру можно использовать только в родном корпусе, так как без него ей не хватает веса. Также этого стабилизатора вполне достаточно для камеры серии RX100 и даже для Sony A6500 с небольшими объективами. Хотя для последней камеры мы используем Zincrane версии 2. Но сейчас у меня стояла непростая задача. Найти компактное решение для стабилизации с синема камеры Red Scarlet W, которая весит примерно 2,6 кг, и Canon C100 Mark II, которая весит 1,7 кг. С объективом Sigma 18-35, который весит 800 грамм. Я уточню, что с C100 не хотелось бы снимать боковую ручку, так как только на ней есть колесо диафрагмы. А Red мы облегчаем по максимуму, вынося экран и батарею кабелями вне самой камеры. Для разных целей у нас в команде есть 3 самых тяжеловесных одноручных гимбала на рынке. Спасибо парням за помощь в тестах. Дальше я постараюсь быть объективным и выскажу свои мысли. Давайте обсудим их в комментариях. Самым дешевым из трех является Crane 2. Но при этом он имеет свои плюсы и минусы. Основные плюсы данного стабилизатора это, конечно, его цена, самый компактный и легкий кейс, самый легкий гимбал в своем классе, сразу готов к работе, встроенный фокус с мотором в комплекте. Но, к сожалению, у него есть и свои минусы. Данный гимбал полностью неразборный, его сложно положить в большинство рюкзаков или наплечных сумок. Гимбал Crane 2 имеет наименьшую грузоподъемность в своем классе. И стандартное расположение ролла мотора приносит свои неудобства. К сожалению, эти минусы убирают из гонки этот гимбал. На него невозможно развесить большую камеру с таким не самым легким объективом. Если очень приспичит, вы можете докупить Gravity Jasmine Plate, противовес и снять все ручки с камеры. Тогда данный гимбал можно использовать с камерой Canon C100. Ronin S и Tilt G2X по характеристикам очень схожие системы. Но, к сожалению, и лично по моему мнению, Ronin S имеет несколько досадных минусов, которые оставляют его на втором месте. Безусловно, у Ronin S самый удобный хват двумя руками. И большим плюсом является, что в будущем появится возможность использовать родной фоллоу-фокус с обещанным мотором. К основным минусам DJI Ronin S я могу отнести большой спрос. На сегодняшний день его можно купить только под заказ. Встроенный аккумулятор. Зарядка аккумулятора только через сам гимбал. Я считаю, это лишние сложности. К сожалению, работа моторов ограничена стандартным расположением. Вы не можете расположить двигатели вперед и слева для установки той же камеры Canon C100 Mark II с боковой ручкой. Отсутствие мотора для фоллоу-фокуса и других оригинальных аксессуаров на сегодняшний день. Невозможность использовать обычных площадок Manfront. К сожалению, Ronin S получился самым тяжелым гимбалом в своем классе. И как показала практика, при работе с четвертым фантомом мягкий кейс при грубом обращении быстро приходит в негодность. Но даже учитывая все эти минусы, это безусловно очень качественный и приятный инструмент с большими возможностями. В итоге мы смогли установить на него Canon C100 Mark II с Sigma 18-35 без боковой и верхних ручек. Но камеру RED можно использовать только с более легкими и короткими линзами. И в случае с RED возможность дополнительно установить мотор для фоллоу-фокуса я ставлю под сомнение. Давайте взглянем на TILTA G2X. Ее основными плюсами я вижу компактность в разобранном состоянии. Вы без проблем сможете разместить разобранный стабилизатор в любом рюкзаке, на плечной сумке, либо в жестком кейсе вместе со своей камерой. На своем сайте TILTA представляет много оригинальных аксессуаров. Но также универсальные крепления розеты позволяют выбрать аксессуары других сторонних производителей. На сегодняшний день TILTA G2X показывает максимальную грузоподъемность в своем классе. Разъем для питания аксессуаров, таких как монитор от самого гимбала, является тоже приятным бонусом. Из минусов у TILTA G2X я могу выделить самый неудобный хват. Его ручка позволяет держать стабилизатор только одной рукой. Вам однозначно придется докупить хотя бы одну дополнительную ручку. В TILTA G2X действительно неудобная установка трипода. Также к минусам я готов отнести очень большой оригинальный кейс. Чтобы лететь с ним, вам придется сдавать его в багаж или он займет всю ручную кладь. TILTA G2X с жестким кейсом является самым дорогим гимбалом в своем классе. И последним спорным моментом в данном гимбале является отсутствие встроенного фоллоу-фокуса. На сегодняшний день был представлен новый фоллоу-фокус Nucleus N, который должен устанавливаться на данный гимбал. Но лучшим решением я считаю уже существующий на рынке Nucleus M. Да, он безусловно не дешев, но все равно это самое дешевое решение по фоллоу-фокусу, по полноценному комплекту для фоллоу-фокуса, существующим на рынке. С ним в комплекте идут две ручки с креплением розеты, которые, во-первых, позволят управлять гимбалом двумя руками, что при таком весе немаловажно. И данные ручки содержат колеса для управления фокусом, непосредственно не отрывая рук от стабилизатора. В итоге только Tilt'а способна корректно работать с массивными камерами. Но за это вам придется заплатить плюс докупить Nucleus M фоллоу-фокус с ручками. В данном случае анонсирована N-версия, мною даже не рассматривается, так как держать 5,5 кг одной рукой длительное время совершенно бредовая идея. Как вердикт, я считаю, что производители гимбалов достигли максимально возможного для обычного человека грузоподъемности. Всем, кто хочет собирать и использовать полноценную синема-систему, стоит смотреть в сторону DJI Ronin 2, либо более механические варианты, такие как Steadicam или Easy Rig. Я высказал свое мнение по поводу трех лидеров на рынке и готов обсудить с вами их в комментариях.